Амбишен, то и дело говорили нашим исследователям местные жители. Участники экспедиции Михаила Малахова и правда замахнулись на необъятное, но то, что вчера оказалось сплошной аферой, сегодня прекрасно выполненная задача. Экспедиция «Алиутские острова под парусами Русской Америки» завершилась. Почти на два долгих месяца яхта «Саваж» стала временным пристанищем для 14 участников проекта. 4 тысячи 300 километров за 33 дня и ночь, которую мы плыли на этой яхте и так далее. Экспедиции предшествовала серьезная подготовка. Тщательно подбирались участники команды – представители Рязани, Москвы, Ульяновска и Архангельска. Раньше были люди, представь себе, возраст от 18 до 61 года. Алексей Николаевич, вот мы отпраздновали 61 год во время... Два дня празднуем, два вечера, потому что один раз по времени российскому, да, раз в 12 часов. Буквально вернулись из вчера, шутит Михаил Малахов. По большому счету так и есть, посмотрели прошлое. В этом году на борту яхты оказалось целых три семейных экипажа. И что примечательно, одна женщина. Это тоже своего рода эксперимент. Мужскую команду частенько упрекали в пристрастном отборе экипажа. И очень так достойно и полезно находила себе место для работы, хотя качку переносила плохо. Обследовать места, связанные с историей освоения гряды Алиутских островов, русскими мореплавателями и промышленниками 18-19 веков мечтали многие. Путешественники провели несколько десятков высадок, общались с местными жителями, знакомились с наследием первопроходцев и собрали интересные научные сведения. Были на Аляске землю, которую открыли наши с вами земляки, рязанцы. Понимаете, вот очень важно было. Никто, почти 200 лет никто ее не видел. Не только в Рязани, но и в России никто не видел. Нам посчастливилось увидеть места, которые миру были вообще неизвестны, которые открывали люди, которые жили вот в нашем с вами городе. И вот мы прошли по их следам и посмотрели, а что же там это есть. Интересно, что экспедиция обнаружила материальные свидетельства переплетения судеб России и Америки не только во времена освоения Аляски, но и в тяжелый для обеих стран период Второй мировой войны.